Лондон Голубай Лондон прощай, я здесь чужой Здорово бесчисленные фанаты В очередной раз вы попали на правдивый, непредвзятый, лаконичный и объективный мой обзор Фантастические звери и места их обитания Это неожиданный, развивающий вселенную Гарри Поттера приквел У которого будет еще как минимум 4 продолжения Собственно мы сейчас находимся при зарождении новой франшизы А учитывая как людям заходил Гарри Поттер Можно смело сказать, что здесь все будет чики-пики Первое, что я заметил при просмотре фильма Это узнаваемый шарм и стиль режиссера Дэвид Йейтс снял последние 4 фильма про Гарри Поттера Поэтому логично предположить, что он реально знает матчасть И судя по тому, что видно на экране, это действительно так Сразу бросается в глаза внимание к деталям, отсылке и наполненность кадра Режиссер и оператор вставляют в повествование такие необязательные сценки Которые приятны глазу Которые подчеркивают магию Которые расширяют этот магический мир Каким-то образом его дополняют Какие-то элементы привносят Но, например, не двигают сюжет Тем не менее, это правильно и это нужно Собственно поэтому у фильма чарующая атмосфера и качественный сеттинг Но стоит учесть, что графика здесь на четверочку По большому счету даже неискушенный зритель Четко укажет, где графика, а где нет Актеры же отыграли двойственно С одной стороны у нас громкие имена, награды и внешность А с другой стороны попадание в образ своих персонажей И вот с этим есть небольшие проблемы Главный герой, которого играет Эдди Редмейн Играет очередного аутиста-кривляку Который выглядит как ботан-заморыш Мне, например, на такого прощалыгу не очень приятно смотреть Я не такой и мне тяжело себя с ним ассоциировать Собственно, почему тогда я должен переживать за этого персонажа? Просто потому, что так надо? Нет, так это, ребята, не работает Кэтрин Уотерстон А кто это? Вообще ничего интересного Актерская работа среднего уровня без изысков А вот Дэн Фоглер Это лучшая роль, которая есть в этом фильме Он отыграл великолепно Привнес весь юмор в картину Понравилась открытость персонажа И некоторая его наивность Умение удивляться Давно забытая черта людей, да? Сейчас же уже никто не удивляется Все все видели Элисон Судол Приятная, очаровательная, улыбчивая красотка Которая присутствует в кадре именно за тем, за чем я описал Просто чтобы быть Ну да, еще немножко юмора привносить в тандеме с Ковальским Колин Фаррелл довольно суров, харизматичен и крут Персонаж, конечно же, не раскрыт Но учитывая, как все дальше по сюжету обернулось Может, это и к лучшему Также порадовало появление Рона Перлмана В роли Гнарлока Которого я, к сожалению, не узнал Но рожа мне его была очень сильно знакома Но, увы, в кинотеатре я не вспомнил, кто это был И в завершение хочу сказать о Джонни Деппе Это было неожиданно Это было круто Этот момент запомнился И приятно удивил, несмотря на то, что Джонни Депп пожирнел караул Категорически не согласен с теми, кто считает, что его не стоило вводить в сюжет Я считаю, что получился отличный сюжетный твист Создатели уже сейчас думают над продолжением И внедряют новых актеров Чтоб потом это выглядело органично и вплетено в сюжет А кто-то еще позволяет себе ныть Козло-то, блядь Слабым моментом фильма мне показалось вступление Что произошло, кто виноват, кто там был Какие-то газеты мелькают Ничего не прочитать, не узнать, не увидеть Мне понравилось А вот что сделано с изюминкой, так это звери, твари и бестии Выглядят изобретательно Иногда смешно, иногда завораживающе В общем, не зря в названии есть их упоминания Фильм не отходит от концепции Чем дальше, тем больше бросалась в глаза неадекватность главного героя Этот задрот приперся в другую страну Не зарегистрировал опасный груз Не уведомил, кого следует Наплевал на законы Не понимает и не знает протоколов Не соблюдает технику безопасности И элементарно не думает о последствиях Получился такой глупый, наивный персонаж Но это не беда Я бы на этого дурачка смотрел без проблем И на все другие недочеты, которые есть На туманные мотивации Непонятных персонажей Нераскрытых героев И на непонятно откуда взявшиеся знания В фильме не совсем продуманы причинно-следственные связи Мотивация И правильное позиционирование перед зрителем Нужные вещи зачастую не объясняются Но я же говорю, с этим можно было спокойно мириться Но вот главной проблемой фильма является его ритм Точнее его отсутствие Он то разгоняется, то тормозит При этом баланса вообще нет Такое чувство, что у монтажера отсутствует чувство такта И умение завершать сцену Во второй половине фильма большинство сцен реально затянуты Затянуты настолько, что ближе к финалу это начинает реально бесить Я начал зевать еще за полчаса до окончания фильма Это что блин, Властелин колец, третья часть, что надо вот таким вот образом прощаться с персонажами Такое впечатление, что они сейчас поумирают и мы их больше никогда не увидим Показали персонажа, до конца не раскрыли и вот с ним надо смотреть по 10 минут как они прощаются Короче, вторая половина фильма затянута просто адски И это портит абсолютно все впечатление от просмотра Если бы это была какая-то боевка, либо какие-то экшн-сцены, то пожалуйста Но томные взгляды, затянутые диалоги, ни к чему не ведущие сцены и банальные ненужные кадры Это не есть хорошо В итоге абстрагировано через время я могу сказать, что фильм безусловно заслуживает внимания На него нужно идти в кинотеатр Это начало новой франшизы Его сейчас вы можете посмотреть единственный раз в жизни В кинотеатре я имею в виду Больше не будет никаких вторых шансов Если можете, делайте Не ищите причин, ищите возможности Конечно, как и в любом фильме здесь есть огрехи, недоработки, просчеты, ляпы Но в итоге важно послевкусие Это как с дорогим напитком Мне, например, фильм понравился, но послевкусия нет С вами был Антикеп, спасибо за внимание Субтитры сделал DimaTorzok